здравствуйте уважаемые зрители рад вас приветствовать на своем канале китайская фирма кайзер уже довольно известной в ножевых кругах своими навороченными ножами в сегменте премиум класса решила не упускать бюджетного покупателя и под маркой tangram начала выпуск довольно оригинальных и недорогих фолдеров сегодня у нас на обзоре один из таких ножей в ценовом диапазоне до 50 долларов нож tangram orion по аббревиатуре tangram 30 07 а 2 с коричневыми накладками вот такая прикольная коробка из слоеного картона здесь внутри тряпочка и вынимать не буду и сам ножичек вот с таким вот клиночком с накладочками из коричневого g10 с общей длиной клинка с общей длиной 187 миллиметров длина клинка 83 миллиметра длина ручки у нас 104 миллиметра толщина клинка 2 и 8 миллиметра сведен клиночек 0 4 на клиночке у нас 100 нож твердость стали заявлено 58 60 единиц по роквеллу на клинке японская сталь окута 440 style and steel нержавейка механика на подшипниках замок лайнер лог флиппер по жизни накладки из коричневого g10 глубоко рифленые клипса у нас четырех позиционная вес ножа 97 грамм а теперь об этом ноже немножечко поподробней личное клеймо дизайнера нанесено на правой стороне клинка под надписью орион дирк пинкертон запомнить легко напоминает фамилию известного детектива пинкертона и действительно видно что нож не похож на своих собратьев на чем не остановив взгляд видно руку дизайнера начнем как всегда с клинка самый главный фактор который не может не радовать потребителя это то что майка марка извините кайзер даже начав работать в бюджетном сегменте ни в коем случае не хочет опускать планку качества своих ножей поэтому на клинке стоит японская сталь окута 440 это разновидность американской стали 447 однако японские металлурги внесли в базовую структуру ряд изменений направленных на повышение технических характеристик металла добавили сюда немного больше ваннадия за счет чего металл приобретает повышенную устойчивость к износу а также значительно меньше подвергается воздействию со стороны агрессивной внешней среды и высокая степень твердости на уровне где-то пятьдесят девять шестьдесят единиц порокула делает это ножи эти ножи из этой стали прочными способными длительное время сохранять заточку кроме того на фоне американского образца 440 си сталь японских производителей лучше переносит контакт с влагой и нержавеет в общем такую сталь очень активно японцы применять на своих кухонных ножах и вот дизайнер решил поставить такую сталь и на вот такой небольшой будем так сказать фолдер ну и конечно дизайнерский клинок по форме напоминающий ворнклифф вроде уже по клинкам и по этим ворнклиффом уже все придумано ничего нового уже нельзя сделать какие только формы этого ворнклиффа мы не не слышали не видели не знаем вот например у нас есть кершов с таким ворнклиффом есть у нас мини грипп килинс ворклиффом есть даже ну будем так сказать вот такой офисный резачок он тоже вроде как ворнклифф то есть клюв ворона но оказывается можно ребята еще и схитриться причем даже неплохо клиночек получился в стиле агрессивно прокалывающего резака тонкий в 2 и 8 миллиметров обухи изначально с двумя пересекающимися в фальш лезвиями вот смотрите одно фальш лезвие другое фальш лезвие причем пересекаются они довольно гармонично с прямыми спусками почти от обуха в сведении в ноль четыре причем угол наклона кончика давайте я покажу вам поближе и небольшой и еле заметный вот такой изгиб если присмотреться вроде кажется ровно это но изгиб все-таки есть придают клинку отличные режущие вот такие протяжные и колющие качества продольные резы надрезы и проколы в использовании этого рынка порадует любого его владельца давайте я вам покажу как у нас режет из коробки здесь вообще никаких вопросов нет сталь 440 окута режет как бритва давайте что-нибудь порежем извините потолще вот кусочек у нас резинового шланга я вообще никаких усилий не применяю вы просто посмотрите как он как в масло входит в любую поверхность сведением 04 и я вам сейчас покажу какой у них замечательный ровный красивый рез ну и конечно с картоном вот вам наш резачок офисный вот вам наш варнклиф от танграма смотрите что он делает какой ровный красивый рез на картоне здесь ребята вообще никаких проблем я не хочу вам ничего показывает вообще на никакого напряжения не вызывает вот это разрезание что в таком что в таком виде ну вы знаете что такие варнклифы они обычно чем славятся потому что рез идет вот на кончике ножа то есть нож не режет всей режущей поверхностью режет в основном кончиком это просто прекрасный отличный офисный резачок если вам такой нужен на клиночке у нас ребята стойкий stone wash сейчас я здесь уберу немножечко и продолжу стойкий stone wash причем очень нравится мне 100 нож потому что он не так бликует при съемках видео и клинок ну хотя бы хоть немного видно вот например такой клинок но это вот снимать просто сплошная трагедия он все время отсвечивает и камера не всегда может схватить всякие мелкие детали то здесь ребята все просто замечательно отличный stone wash который не боится царапин симметричные аккуратные не кричащие надписи придают ножу сдержанный шик и элегантность не осталось без внимания дизайнера и насечки на обухи небольшая дулька выделяющая яркой позволяющая легко ее точить и править сейчас вам покажу как нож ложится на досточку для правки смотрите благодаря этой дульки замечательно есть доступ к режущей кромки нож можно спокойно точить режущая кромка выделена и посмотрите какой вот такой дизайнерский обувь с такими прикольными насечками обувь у нас не толстый 2 и 8 насечки видно явно декоративный но пальчиком ощущается открывание клинка виден вы выполнено извините в виде флиппера осевой узел на подшипников но несмотря на отличный плавный ход клинка лично мне кажется что клинку все-таки не хватает массы а значит и достаточной инерции для того чтобы безупречно вот шикарно флипануть этим ножом ну например сравню с fh41 здесь клиночек потяжелее здесь флип просто замечательный за счет того что клиночек тяжелый здесь клинок легкий и для того чтобы шикарно флипануть вам все-таки надо пальцем дернуть достаточно сильно то есть для демонстрационного такого флипа пальцем нужно хорошо дернуть ну а для бытового флипа достаточно вот легко так тряхнуть кистью руки и плавно открыть ножичек причем шарик здесь хороший клинок держит в закрытом состоянии хорошо но при сильном встряхивании нож можно открыть как и любой вот такой вот флиппер на подшипниках вот камеру не видно как я тряхнул ну где-то вот так вот я тряхнул и нож открывается точно самое точно также есть такой эффект и на танграме но флиппер работает и в принципе пальцем приноровиться можно ну чем-то видите приходится все-таки сжертвовать в основу основной концепции легкого и тонкого резачка дальше замочек у нас лайнерный не тонкий довольно широкий с запирающим шариком становится четко на начало пяточки качество сборки ножа ни в коем случае не вызывает никаких нареканий ничего здесь не лифт не люфтит ни вертикального не горизонтального никакого люфта нет замок держит жестко сборка отличная ну ничего не скрипит и конечно же все здесь по центру кайзер ребята есть кайзер ручка ножа естественно продолжают ту же самую идею толщина плашек у нас коричневого g10 не превышает 2 миллиметра при этом мы имеем полноценные полтора миллиметровые лайнеры но несмотря на это ручка все-таки у нас довольно тонкая и составляет 9 миллиметров причем лайнеры облегчены всего с одной стороны вот здесь если вам видно сейчас я постараюсь вам показать четко подсветить фонариком лайнеры облегчены только с правой стороны там 4 круглых отверстия с правой стороны лайнеры не облегчены здесь весь упор идет на прочность лайнерного замка причем полированный металл лайнеров торксов бонок и насечек сделанных в районе спесера сочетании с начальщиками на обухе и фоне коричневых плашек придают ножу своеобразную стильность и я бы так сказал даже какую-то винтажность закончим описание ножа клипсы клипса здесь очень простая лаконичная толщиной в 1 и 2 миллиметра 4 трехпозиционная видите кругом есть отверстия причем клипса оптимального размера на половину рукояти отлично пружинит довольно жесткая на карман садится легко несмотря на то что мы имеем довольно глубокие рифленые вот такие накладки из g10 которые пальцем очень хорошо ощущается и при мокрой руке я уже говорил нож из руки ни в коем случае не выскочит дальше про удержание нож в руке сидит довольно комфортно насколько комфортно может сидеть нож с тонкой рукоятью все пальцы под пальцевые выемки обязательно находят каждый ваш палец и конечно вот таким фехтовальным хватом нож сидит просто отлично палец можно двигать по всей длине обуха при резе конечно при каких-то тонких работах вам все равно придется браться за клинок например если чистить яблоко или еще что-то тонкое делать дальше при резе по продуктам может быть этот нож не будет достаточно удобен потому что все-таки пальцы вам здесь будут мешать и у ножа нет животика который бы позволял делать такие длинные продольные резы и в том числе не травмировать пальцы здесь вы будете резать абсолютно кончиком потому что вот так резать у вас не получится вы будете нож брать или вот так ну а строгать по дереву где-то по фанере по картону конечно он будет работать у вас так как работает вот обычный офисный резачок и хочу еще отметить что в принципе такая режущая кронка должна справляться со всеми десертными задачами нож как офисный как город как городской складничек вам послужит очень хорошо при своем весе в 97 грамм он почти не ощущается на кармане и будет вести себя очень хорошо и прямым и прямым и обратным молоточным хватом нож выглядит довольно угрожающе я думаю что при самообороне от собаки или от всяких неадекватов нож даже своим видом многим даст понять про тщетность их них претензий которые к вам будут предъявляться нож ну действительно выглядит несмотря на свой такой вот вроде непонятный клинок довольно остро колюще угрожающе и давайте вроде подводить итоги не хочу затягивать видео отличительными чертами данного ножа являются прежде всего его габариты небольшой вес тонкая рукоять тонкий сильный клинок из оригинальной японской стали нож явный резак и находится в сегменте режущих инструментов где-то между полноразмерными и дс фолдерами и я бы сказал резаками и бритвами это мое личное мнение кто со мной согласен у кого есть свое мнение по этому поводу приглашаю всех активно комментировать данное видео с удовольствием всем отвечу на сегодня у меня все был рад вас всех видеть на своем канале подписывайтесь комментируйте до новых видео пока